Сильная неравка означает незрелое чувство собственного достоинства, как яблоко. Незрелое означает сильное чувство собственного достоинства со знаком минус или независимость со знаком минус. Со знаком минус, то есть есть независимость со знаком плюс, это зрелое, сильное чувство собственного достоинства. Независимость со знаком плюс. Я независимый, но принимаю мнение других людей. Сохраняя при этом свое Когда я меняю свое мнение Когда я вижу, что для этого есть все основания Но пока я не вижу, я принимаю У меня есть старший Мне должен подчиняться Иначе все будет разрушено Потому что, допустим, предприятие Это как тело, есть голова Вот, допустим, рука лучше знает Ну что есть Но решает голова И что нужно, чтобы голова поняла Что это есть не надо Надо попробовать Ну то есть рука говорит, не надо пробовать Это неправильно Есть не надо, это плохая вещь Но решает голова Поэтому рука дает возможность голове попробовать И она сама берет эту пищу Которая неплохая, нехорошая И кладет ее в рот Зачем? Чтобы голова поняла Что это кушать нельзя Это правильное взаимоотношение между рукой и головой Представьте, голова говорит Давай вот это попробуем Рука говорит, рука не подчиняется Ну то есть голова хочет взять Рука не подчиняется Потому что нельзя Яд Ну не яд там, допустим Пища не очень хорошая Понимаете, да? О чем речь? Ну то есть рука должна подчиняться Иначе не будет управления Представьте, ноги не подчиняются Магазин закрыт Допустим Голова говорит, пойдем в магазин Ноги знают, что магазин закрыт Они не идут Голова хочет идти Ноги не идут У головы, что получается? Инфаркт Думают, у меня что, паралич, что ли? Она ноги увольнять уже собралась Вместо ног Костыли уже, как бы Почему? А потом оказалось, что ноги ходят И у головы вообще не сотыковка Ноги ходят вообще или не ходят? Они то ходят, то не ходят Они сами решают Идти в магазин или нет Это неправильно Голова решает Поэтому Правильная позиция всегда подчиненного Это подчиняться И давать возможность старшему обучаться Спрашивать его А мы правильно сделали или нет В этой ситуации Объясните мне, пожалуйста Я не знаю И старший думает Этот человек разумный С ним просто так на мяки не пройдешь То есть надо делать все правильно С ним он видит, что ты ошибаешься Уважать начинает тебя Как младший понимает, что ты соображаешь Если у него правильное чувство собственного достоинства Разве-то Когда он принимает правильный вывод Итак, чувство собственного достоинства Дает человеку возможность Быть правильно независимым Вот кто такой правильно независимый человек? Этот человек, который имеет очень богатый внутренний опыт Он делает выводы Но при этом Он также понимает законы Вот закон заключается в том Что надо подчиняться старшему Вот у нас сейчас многие люди в стране Этого закона вообще не понимают Они не понимают Чтобы страна нормально функционировала Если правитель Надо подчиняться закону Допустим, давайте все носить маски Вот, чтобы победить эпидемию Да нафиг, ну, половина народа Да нафиг они нужны, эти маски Сами носите Ну, значит, страна Вот эти вот последовательность мест В классификации ВОЗ по заболеванию с коронавирусом Это последовательность неподчинения закону Самые бунтари это американцы, оказывается Они вообще чернозяки хотят Самые послушные китайцы Они быстро остановили эпидемию Все у них там ничего нет Потому что они все сделали как надо Вот, или им помогли сделать Все очень жестко было Вот, но так иначе, смотрите Ну, то есть неподчинение, оно приводит к хаосу Это как пример, да? Но с другой стороны, конечно, носить маски Это не совсем приятная вещь, правда? Вот, но мы сейчас не об этом говорим Мы сейчас говорим о зависимости и независимости Независимость ведет к хаосу всегда То есть нужна зависимость Зависимость означает Вот, представьте, печень перестала подчиняться голове Она сама как хочет работает Все, независимость означает Все, организм разрушается Страна как организм, предприятие как организм Все работает как организм И старший все должно в строгом подчинении работать Это правильное понимание того, что создал Бог Бог дает старшим И младший зависимым Но при этом, как зависимым? Вот в чем вопрос Потому что Есть независимость со знаком плюс Независимость со знаком плюс означает Что я имею свою точку зрения Это не означает, что я не подчиняюсь Потому что независимость со знаком минус означает бунт Вот, допустим, Беларусь сейчас взять Независимость со знаком минус Мы вся, как бы вся, меняем Что меняем? Все меняем Ну что, голову отрезать, что ли? Голову отрезать, тело падает Означает неподчинение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!